Добрый день! Это новости премьер-уси в студии Андрей Лунёв и сегодня в нашей программе. Заслушав вопросы о назначении на должность главы администрации Матвеева Курганского района, депутаты районного собрания депутатов единогласно поддержали кандидатуру Александра Рудковского. Как соблюдаются правила по профилактике коронавируса, проверила рабочая группа Матвеева Курганской районной администрации. Она побывала на центральном рынке, автобокзале, детских садах и магазинах. Мы побывали в гостях в студии современного танца стендапа, где ее руководитель Ксения Гапоненко рассказала, чего же они добились с момента своего существования. И теперь более подробно. В администрации Матвеева Курганского района 25 марта состоялось очередное заседание собрания депутатов Матвеева Курганского района. По первому вопросу повестки дня о назначении на должность главы администрации Матвеева Курганского района с докладом выступила секретарь конкурсной комиссии, председатель территориальной избирательной комиссии Матвеева Курганского района Ольга Галиченко. В конкурсной комиссии по определению кандидатов на замещение должности главы администрации Матвеева Курганского района было принято решение предложить собранию депутатов Матвеева Курганского района двух кандидатов на замещение должности главы администрации Матвеева Курганского района, получивших наивысшую оценку по итогам конкурса. Рудковского Александра Анатольевича, Юрова Сергея Ивановича. Соответствующее решение было направлено 23 марта 2020 года в собрание депутатов. Кандидатура Александра Рудковского была единогласно поддержана депутатами районного собрания депутатов. Ставлю на голосование кандидатуру Александра Анатольевича Рудковского. Кто за, против, поддержавший. Александр Рудковский поблагодарил депутатов за доверие и заверил, что оправдает его своими делами. Много у нас с вами получилось. Я думаю, что должно быть и в следующий период, я думаю, что не хуже. У нас есть все возможности. Условия, правда, меняются. Но есть одно – есть профессионализм, есть желание, есть возможности. Поэтому спасибо за доверие. Оправдаю свои работы. Депутат законодательного собрания Ростовской области Асланбек Джоев отметил, как много было сделано в районе за 10 лет и пожелал плодотворной работы на дальнейшие 5 лет. И я надеюсь на то, что вот эти 5 лет, то, что вы за 10 лет не сделали, да, то, что вы много сделали, но то, что гораздо больше сделаете теперь в этом 5 лет. Поэтому я вам желаю удачи в вашей нелегкой работе. Далее депутаты рассмотрели проект решения собрания депутатов Матвеево-Курганского района об утверждении отчета об исполнении бюджета Матвеево-Курганского района за 2019 год и назначении публичных слушаний. По доходам бюджета района за 2019 год выполнен на 95,1%. Доход бюджета поступило 1,586,488,000 рублей. По расходам бюджета выполнен на 95,3%. Кассовые расходы бюджета нашего района составили 1,595,995,495,400 рублей. Доходы от местных плательщиков, это у нас налоговые и неналоговые доходы, выполнены за 2019 год на 0,8%. Также был утвержден перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования Матвеево-Курганский район. Это автомобиль МААС скорой медицинской помощи. Автомобиль будет передан в оперативное управление Центральной районной больницы. Все вопросы повестки дня были рассмотрены. По каждому депутаты приняли соответствующее решение. Рабочая группа по профилактике коронавируса в Матвеево-Курганском районе проверила, как выполняются рекомендации Роскомнадзора. Обычно на центральном рынке Матвеева-Кургана работает более 100 продавцов. Сейчас их значительно меньше. Не густые с покупателями, но и те, и другие настроены оптимистически. Меры соблюдаем, ну как говорили, руки моем. Тоже все у нас как бы здесь вот в павильоне тоже и чистота везде у нас. Ну и маски у нас там есть, если уже какие-то меры там. Так в принципе, как и все соблюдают, так и мы. Усилены меры профилактики в детских садах. Прием детей осуществляется на входе медсестрой и дежурным воспитателем, которые измеряют температуру детей и осуществляют осмотр на предмет признаков заболеваемости. Усилена влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Отменены все развлекательные мероприятия. Мы закупили месячный расход дезинфицирующих средств. У нас ведется влажная уборка всего. Влажную уборку проводим стульев, столов, везде, где прикасаются взрослые дети. У нас есть маски, у нас есть градусники. Мы, в общем, стараемся делать все для того, чтобы у нас больных не было. Через остановочный пункт Матвеев-Курган в день проходит около 25 автобусов. Все – внутриобластного сообщения. На стенде представлена вся необходимая информация для пассажиров. Работники пункта регулярно проводят уборку и проветривают помещение. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции все автобусы Матвеева-Курганского АТП проходят дезинфекцию. Поручни, ручки, сидения и другие поверхности, с которыми соприкасаются в салонах автобусов пассажиры, подвергаются обработке. Информационная группа администрации. Скажите, у вас обрабатывали автобусы? Обязательно. Обрабатывали? Обязательно. Хорошо поставлена профилактическая работа в сетевых магазинах. Например, в той же «пятерочке», кроме всего прочего, собрали специальную аптечку. Аптечка. Журнал. А что в аптечку входит? Термометры, антисептические средства. Антисептик, покажи. Да, да, да. Это для обработки рук? Рук. Вот это мы скомплектовали эту аптечку. Также у нас вот он есть, журнал, значит, фиксируем температуру. Вот они пришли. Вот то, что должно быть. Смотрите, утро и вечер. Утром пришли, у вас есть термометры. Конечно. Чем вы их обрабатываете? Обрабатываем мы их, смотрите. То есть, на сегодняшний день у вас работает шесть человек, и все они здоровые. О чем говорит журнал? В середине марта в городе Шахты прошел открытый межрегиональный баттл, участие в котором приняла студия современного танца «Стендап», где они стали лауреатами. Мы решили встретиться с руководителем Ксенией Гапоненко и узнать, как ее коллектив добился таких высот. Студия современного танца «Стендап» в поселке Матвеев-Курган существует сравнительно недавно, с 2009 года. Но, несмотря на такой маленький срок, уже неоднократно становились победителями, призерами и лауреатами различных престижных конкурсов страны. Ксения Гапоненко, руководитель студии, рассказала нам, с чего начинался их путь. Я начала заниматься непосредственно руководством коллектива в 2009 году, в сентябре. Мы еще тогда занимались в ЦИДОДе, в Дом пионеров бывший. До этого я занималась брейк-дансом, преподавал Люлин Сергей. А потом некоторые ребята оттуда у меня начали заниматься. У нас был маленький состав первый, четыре человека. Сначала мы даже по конкурсам не ездили, потому что еще уровень был не тот. А потом составы менялись, опыта больше приходило, мастер-классы, всякие поездки на форумы, я была на различных форумах. И потом начались конкурсы, победы постепенные. Вот таким образом. Сейчас у меня занимается около 70 человек. Но в сентябре их обычно больше, когда у нас набор. Около 100 человек. Потом отсеиваются, потому что у нас нагрузка довольно-таки сложная. И дети не все выдерживают. С 14 по 15 марта в городе Шахты проходил открытый межрегиональный батл «Кинг оф зе дэнс», который собрал около тысячи участников из разных регионов страны и ближайшего зарубежья, среди которых были и наши земляки. Студия современного танца «Стендап». Оценивали конкурсантов жюри, в составе которого были профессиональные танцоры, а также победитель первого сезона шоу-танцы на канале ТНТ Эльшат Шабаев. Подробнее об этом конкурсе. Мы заняли там два лауреата первой степени. Были в двух номинациях. Это «Бест шоу All Styles», то есть шоу, где все стили смешаны. И «Бест шоу Хип-Хоп», где хотя бы 60% танца должно быть от Хип-Хопа. Соперников было много. Были из Ставрополя, Севастополя. Честно, я даже не помню, но много было. Он был межрегиональный. Мне даже показалось, что всероссийский, потому что было много участников далеко не с нашего региона. Принимали участие. В чем сложность таких конкурсов, непосредственно, которые, допустим, шахты проводят? У них очень много уклона на вот эти уличные стили. Допустим, в Ростове, в Таганроге конкурсы проходят. Там хоть и есть номинация «Стрит», там их очень мало. И как-то, как сказать, не то, что не с кем посоревноваться. Не так сложно. Интересно, когда ты набираешься опыта, когда ты смотришь на более сильные команды, когда с тобой соревнуется человек 50 на сцене и нас 15, там или 20. Вот в этот раз у нас было 16, в одном номере 17. В каждом практически конкурсе судится так. Дипломанты, первое, второе, третье и лауреаты, первое, второе, третье. Дипломанты, это как бы уже... Если дипломант первой степени, это не значит, что ты первое место занял. Это уже четвертое, получается, пятое и шестое. Лауреат, соответственно, первое, второе, третье место. Также там были разыграны специальные призы и были денежные призы разыграны. В этот раз мы выиграли от спонсоров набор чехлов для одежды. Я свитшот еще получила как руководитель и сладости. Впереди у студии современного танца стендап еще много непокоренных вершин. И мы уверены, что благодаря своему упорному труду они с легкостью их достигнут. И тут нельзя не согласиться с воспитанниками студии. Стендап лучше! 23 марта телекомпания «Премиуси» была гостями программы «Утро» на Дон-24. О том, как прошла эта встреча, вы сейчас узнаете. Главная еще одна польза бега заключается в том, что когда ты быстро и активно передвигаешься, ты остаешься в курсе всех самых свежих новостей и событий, происходящих на территории Ростовской области. И именно этой чертой отличаются наши сегодняшние гости. У нас в студии наши дорогие друзья, представители телекомпании «Премиуси» Александр Гайко. Александр, доброе утро! А также очаровательная и сногсшибательная Виктория Хруцкая, корреспондент телекомпании «Премиуси». И опять тоже оператор телекомпании «Премиуси» Андрей Лунев. Андрей, доброе утро! Доброе утро! Добро пожаловать в Ростов-на-Дон-Дон-Дор! Добро пожаловать, наши дорогие коллеги! Ну, расскажите, как у вас обстоят дела вообще в Матвеевом Кургане? Как вы там поживаете? Ой, очень хорошо мы поживаем, цветем. У нас, в принципе, очень хороший район, поселок. У нас очень много достопримечательностей. Например? Например, у нас есть памятник Якорь. Он посвящен еще во время Великой Отечественной войне. Это высота, которую брали в те времена. И вот погибшим морякам был посвящен этот якорь. Прекрасно. Ну, кстати, сейчас, пользуясь возможностью, можно же передать привет своим землякам. Матвеев, Курган, смотрите, какие у вас красавцы и красавчики. Машите привет им всем. Мы думаем, они это знают и так. Ну, естественно, да, конечно. Но давайте все-таки поговорим, как вам удается, благодаря, вернее, я даже не знаю, с помощью, благодаря, как это правильно сказать, программе «Время местное» все-таки оставаться в курсе всех событий, происходящих в вашем районе. Я так понимаю, вы все, вы втроем работаете только? Нет, еще один представитель, Галина Запорожцева, она не смогла сегодня приехать. Четверо вас. Да, работы много. Но тем не менее, вот я, кстати, об этом, работы много, а вас всего четверо. Как вам удается своими телевизионными руками объять весь район? Необъятное. Объять необъятное, да. Ну, на самом деле, у нас не только наш район. У нас еще Неклиновский, Куйбышевский район, Родионо-Несвятайский район. Мы и в Таганроге, и в Ростове тоже, бывает, приезжаем, снимаем. И в других городах Ростовской области тоже шахты. А, то есть вас даже больше, чем ваш район? Да. Фактически, это наши конкуренты. Посмотри, наш телеканал разъезжает по всем городам нашей области. И вот, пожалуйста, Матвеев Курган там же. А, Андрей, что из таких последних событий, что происходило в вашем районе из такого яркого? Из яркого? Ну, сейчас так столько перемешалось, говорю, всего столько много. А я вас плавно подведу. У нас есть просто сюжет, снятый в вашей телекомпании, об открытии замечательной столовой в одной из школ. Что это было за событие? Коротко, а потом мы посмотрим. Это было, кстати, открытие одной из последних, скажем так, открытие всех столовых было, да, во всех школах практически. Это было крайне уже. То есть, и этому, в общем-то, был посвящен этот сюжет, то есть. Так давайте посмотрим, что говорили. Да, что говорили, да, дорогие друзья, давайте посмотрим этот сюжет. Борис, борис, кашка, борисе веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Борис, борис, кашка, борисе не ленись, тебя уже тарелки и ложки дождались. Открытие столовой в Кульбаковской школе – событие долгожданное и радостное для всех, и особенно для детей. Дети, как цветочки жизни, радуют. И папу, маму. Только новенькой столовой не хватало в школе нам. Кухня прелесть, я не спорю, и не знаю, теперь нам горе будем. Сытые при деле поучили, что хотели. Спасибо вам, взрослые дяди и тети, не забывайте нас никогда. Скоро наш повар приступит к работе. Теперь ждет нас вкусная в школе еда. Глава администрации района Александр Рудковский отметил, что обеспечение полноценным горячим питанием школьников – вопрос государственной важности. Вместе с главными героями праздника глава разрезал традиционную красную ленточку. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью и посудой. Она рассчитана на 45 посадочных мест. Всего в школе обучается 85 человек, в том числе 30 в начальных классах. Разогревочный, духовой, все, они уже все попробовали. Маркировка везде уже стоит. Столы все куплены, все, ну, правда, мясорубки, все приобретено. Ножи, поварюшки, стаканы, все. Продукты уже закуплены, начиная от мяса, рыбы. Исполняющая обязанности директора школы Марина Збарская от лица учащихся родителей и всего педагогического коллектива Кульбаковской школы выразила огромную благодарность за новую столовую. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, специально для «Время местное». Кульбаковскую школу поздравляем с новой столовой. Пусть там детям будет всегда вкусно, сытно. И чтобы это осталось одним из самых главных воспоминаний из детства – школьная столовая. Скажите, Виктория, это ваших рук дело сюжет? Да, кто снимал сие твои? Это у нас Андрюша и озвучил у нас Галя. Так, Галя и Андрюша. Хорошо, скажите, сколько всего сюжетов Галя, Андрюша, вы и очаровательный юноша вообще сняли для нашей программы «Время местное»? Их не сосчитать, их очень много. Их очень много? Их очень много. О чем вы еще успели за этот период рассказать, помимо того, что появилось такое вкусное место у вас в районе? Ну, спортивных мероприятий у нас много. У нас свой чемпионат, он проходит и зимой, это мини-футбол, и летом большой футбол. Мы также, помимо того, что делаем сюжеты, мы еще как бы активно сотрудничаем с нашей федерацией футбола. Вот лично я делал футбольные обзоры каждого тура. Вот в промежутке, наверное, четырех месяцев я выпустил где-то 18 выпусков, наверное, футбольных. Ого! Ничего себе! Работаете не по классу. Вот учись, Леш, понимаешь? Смотри, как люди работают. Может быть, вам на нашем канале свою спортивную программу? Леша сейчас почувствовал себя генеральным директором. Предложил ваканское место. Почему бы нет? Ну, почему бы нет? Мечты... Можно мечтать, мечты, они имеют свойство. Вот мой напарник еще, он больше сотрудничает с пограничными объединениями. У нас в Кургане очень много таких объединений, именно военных, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Если могли заметить, у нас много сюжетов, которые мы отправляем на время местное, они в основном такие, ну, военные молодежь, у нас соревнования очень много проходят. Но я думаю, Андрей подробнее расскажет. Да, Андрей, а что из последнего было вот в этом плане? Ох, боже мой, сейчас дай вспомнить, это действительно, их так много. Смотрите, мы второй раз вам задаем вопрос. А дело в том, что... Нет, там дело в том, что очень мы, да, с пограничниками, в общем, как бы так, с ветеранами погранвойска очень тесно сотрудничаем, с поисковыми всеми вот этими отрядами. И тоже вот они часто очень устраивают футбольные эти все памяти там определенных людей каких-то, да, там футбольные соревнования, стрелковые соревнования, то есть, опять же, раскопки. Это все тоже вот, все переплетается и достаточно очень много всего происходит. А мне знаете, как мысль пришла в голову? Сейчас скоро будет отмечаться 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. У вас же наверняка, я даже 100% в этом уверен, что в вашем районе проживают ветераны Великой Отечественной войны. Вы как-то снимаете о них сюжет? Или, по крайней мере, может быть, в планах есть в преддверии праздника? И снимали, снимали, будем снимать. Да, да, да. У нас, да, мы над ними, так сказать, шествуем. Лелеем их буквально. Скажите, есть еще молодежь, которая хочет в вашем районе идти на телевидение? Или все-таки вот вы вчетвером сели, закрыли двери и сказали, к нам не приходите, нам самим тут, знаете ли, хорошо? Ну вот буквально в прошлом году проходил медиафорум у нас, наш местный. Ёжик, да. Название был Ёжик, причем придумали именно мы это название. Поддержали наш отдел администрации и вот помогли им развить вот такое мероприятие. И вы знаете, достаточно очень много желающих именно не только работать на телевидении, но и работать в сфере интернета. Где, кстати, мы тоже развиваемся, потому что сейчас, к сожалению, с тем, прошли, получились мелкие такие проблемы в том, что сейчас аналоговое телевидение как бы ушло. И нам приходится искать какие-то другие выходы. И поэтому мы сейчас ушли в сферу интернета. Для этого у нас есть сейчас YouTube, где также можно все время посмотреть, 24 часа в сутки. Вот, а также одноклассники, социальные, все, в принципе, все социальные сети, где мы стараемся донести нашим зрителям о том, что мы нигде не прячемся. И вот можно посмотреть главные события нашего района. Ну, друзья, интернет интернетом, но чтобы вы всегда оставались, что называется, на связи с нами, с телеканалом Дон-24, чтобы вы чувствовали себя, вы и мы чувствовали себя одной командой. У нас есть для вас небольшой подарок, презент. Та-дам! Спасибо. Пожалуйста, для вашего микрофона. Митро, тащи, да. Защита на микрофон. Чтобы никакие погодные условия никогда не мешали вам снимать сюжеты, никогда вас не останавливали и вообще, чтобы в этой жизни вас никогда и ничего не останавливало. Ну, а я напомню, у нас сегодня в гостях были наши друзья телекомпания «Премиуси», а именно Александр Гайко, Виктория Хруцкая и Андрей Лунев. Это были новости «Премиуси». Это и другую информацию вы можете узнать на сайте mius.info на канале YouTube. А я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Лунев. Всего вам доброго.